всем привет ребят с вами канал дневник системного администратора и сегодня мы разберем такую тему что такое пинг и почему тормозят сетевые игры я думаю все пользователи которые имеют интернет и компьютер конечно же рано или поздно устанавливать компьютерные игры и сталкиваться с тем что бывает когда вы играете по интернету то естественно отклик каких-то персонажей в игре происходит с опозданием или же с каких с какой-то большой задержкой когда вы например стреляете или противника или еще кого-то и например вы просто не успеваете сделать потому что у вас идет очень большая задержка и тем самым у вас получается вырастает пинг в игре и вы получается не отмечаете и ругаетесь на вашего провайдера и так ребят давайте разберем что такое же конечно же пинг давайте разберем это простыми словами чтобы это было понятно для каждого пользователя интернета и конечно же геймера первую очередь конечно же смотрите например у вас есть какая-то игра которая использует конечно же сетевую необходимость и например она отправляет какой-то кусочек информации на сервер то есть компьютер на другой стороне провода интернета и когда данный пакет с каким-то кусочком информации доходит другому компьютеру то есть получается время за которое один этот кусочек информации дойдет до другого компьютера и от него придет ответ на ваш пк это называется пинг вот принципе таким я думаю понятным способом вы поймете что такое пинг может быть конечно и формулировка не очень корректная но я думаю она будет многим очень полезная и понятная и тем самым получается чем ниже ваш пинг тем будет конечно же для вас это лучше но когда высокий пинг получается то начинается торможение ведут какие-то задержки очень большие и например вы не успеваете во время например ответить на какую-то реакцию в вашей игре давайте разберем от чего зависит пинг то есть получается в играх некоторые думают что это зависит от скорости интернета но здесь можно сказать что вроде бы и да и вроде бы и нет конечно же может зависеть от скорости интернета когда например у вас недостаточно канала для той игры которая например ну например у вас скорость интернета будет например 1 мегабит а для корректной работы вашей игры нужно например 5 мегабит тогда конечно же у вас будет большая задержка и тем самым получается что пинг будет зависеть от скорости интернета ну например если игра требует например 5 мегабайт а у вас например 20 мегабайт и например у вас будет 100 мегабайт то принципе здесь разницы уже пинг не будет играть от скорости вашего интернета конечно же многое еще зависит от самого провайдера некоторые люди когда меняют провайдера естественно они начинают тогда получать лучше пинг некоторых провайдерах он очень паскудный дело в том что от провайдера зависит очень многое зависит качество стабильность связи скорость порта зависит многое от чего зависит конечно же от самого провайдера и если провайдер можно одним словом сказать на букву g то естественно такой будет у вас интернет и пин также конечно может пин зависит и от удаленности конечно же самого сервера дело в том что например сервер игры например может быть расположен от вас на протяжении например 10 километров это будет например скорость 5 миллисекунд то это например получается в секундах то 0,005 по моему и например может быть такое что сервера вашей игры расположен у вас от вас например там в тысячи километров тогда конечно же пин будет может быть и стоит 200 и 300 в принципе все зависит тоже как я говорил от самого провайдера следующим этапом конечно же может быть загруженность вашего интернет-канала может быть вы замечали например бывает такое что днем вы играете все у вас нормально а на вечер начинаются проблемы растет большой пинг идут потери пакетов то есть получается на вечер провайдер нагружает ваш канал например люди приходят домой и каждый заходит в интернет начинает что-то искать качать смотреть фильмы и тем самым возрастает нагрузка на один канал на одном канале висит много абонентов тем самым ухудшается качество интернета идут потери в сигнале получается и теряется конечно же скорость тем самым увеличивается пинг вы спросите как замерить узнать свой пинг для этого нам нужно запустить командную строку это можно сделать выбрать windows и здесь увести например можно командная строка и запустить ее от имени администратора и можно сделать пинг например можно написать пинг делаем пробел указываем 8 8 8 . 8 делаем пробел указываем слэш и указываем т нажимаем кнопочку enter и как видим мы отправляем получается пакет 32 байта он получается за 48 миллисекунд получается отправляется и получается вот мы видим такой пинг мы нажали control c и тем самым мы остановили пинг и как видим мы отправили 16 пакетов получено у нас 16 потеряно у нас 0 и как видим минимальное время 48 секунд максимальная 49 средняя 48 следующим этапом конечно же можно пинговать сам сайт например указываем пинг далее указываем например google точечка ком например и нажимаем кнопочку enter тем самым мы получается обращаемся к самому сайту google или же можно указать ip адрес самого сайта google и тем самым тоже пропинговать доступ к этому сайту и как видим пакетов отправлено 4 получено 4 потеряно 0 если же вы будете например проверять днем у вас все хорошо а вечером вы например запустите и у вас здесь будет превышен интервал то естественно получается у вас канал уже нагружен и у вас идут потери по вашей интернет линии тем самым получается у вас выросла нагрузка на канал и будут проблемы с пингом в играх и всем остальным звоните провайдеру и долбите ему мозги также следующим этапом можно просто открыть ваш браузер например и узнать например проверить скорость интернетов пишите нажимаем здесь как видим у нас например спид тест есть и есть тест скорости интернета 2 ip.ru начиная нажимая начать скорость начать проверку интернета как видим здесь мы сразу видим пинг у нас 37 дальше конечно же измеряется скорость вашего интернета входящая и исходящая в принципе ребята таких моментах я хотел вам рассказать показать и принципе что вы все знали если вам видео данное понравилось ставьте лайки подписываемся на канал пишем комментарии делимся видео друзьями с вами был канал дневник системного администратора всего вам хорошего